Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале новой торговой пятидневки. Сразу хочу отметить то, что на прошлой неделе, как многие из вас знают, состоялась наша традиционная пресс-конференция, где мы, в принципе, обсуждали перспективы финансовых рынков, говорили о ситуации, которая складывается, о психологии. Надеюсь, что тема была очень интересна. И мне хотелось бы просто добавить то, что те, кто мог физически присутствовать на этом семинаре в Казахстане, было приятно очень познакомиться. Многим из вас я оставил свои контакты, знаю то, что у многих есть очень интересные инвестиционные идеи. Поэтому, как я уже отмечал, буду рад, собственно, если вы выйдете на связь, и мы, собственно, обсудим те вопросы, которые вас интересуют. Также хочу добавить то, что сегодня в 16.30 состоится наш традиционный вебинар «Правильный понедельник», который посвящается основным событиям прошлой недели. В четверг и пятницу, к сожалению, у меня не было с вами, но уверен, что мой коллега Вадим Кравчук с особым, скажем, профессионализмом, который я вам и обещал, обрисовал вам ситуацию и не упустил ни одного фундаментального события и ни одной возможности, которую можно было использовать на финансовых площадках. Поэтому сегодня, в целом, мы закрепим результат новостной прошлой недели, посмотрим на те события, которые на повестке этой недели, поставим среднесрочные ценовые ориентиры, ну и, соответственно, продолжим следить за тем, как будут развиваться события на финансовых рынках дальше. Ну а теперь давайте переходить к нашему традиционному арсеналу финансовых инструментов, за которыми мы следим. И, прежде всего, снова хотелось бы отметить, соответственно, нефть, которая продолжает в целом находиться в коррекционном тренде, ну да, периодически возникает консолидация, проторговка наверх, а сейчас, в частности, котировки 47-46 долларов за баррель по марке Brent закрытие в пятницу и всей неделе состоялась на уровне 46,82. То, что ситуация в целом не меняется, это хорошо, потому что нефть находится под давлением как раз то, что нам с вами и нужно. Единственное, что мы еще не добрались до более-менее стоящих ценовых значений, но понимаем то, что фундамент в целом остается все тем же. Если он уже послужил причиной такой коррекции, пока что мы не дошли с вами до ключевого фундаментального события. Это заседание, которое состоится, если 30 ноября, получается, в следующий среду. То есть совсем ничего осталось до этого инфопопода. И про это заседание мы говорили с вами уж очень много. И каждый раз, когда на рынке появлялись какие-то сообщения, комментарии, дополнительные заявления со стороны представителей отдельных стран ближневосточного картеля, в целом со стороны руководства всего ОПЕК, мы все равно знали то, что есть очень большая проблема. И этой проблемой является отсутствие единой позиции общего знаменателя в рамках самой организации ОПЕК. И если ближняя и восточная карта на заседание 30 ноября придет с неизменностью позиций прочих игроков, то есть Ирак, Иран и Саудовская Аравия по-прежнему будут в состоянии конфронтации и отсутствия единства мнений. То, как уже неоднократно отмечалось, прочие страны, которые не входят в ОПЕК, но которые влияют в целом на ситуацию на рынке мега-ресурсов, также не будут поддерживать никакие договоренности. Кто-то, может быть, зацепился за комментарии от министра энергетики России Александра Новака, которые были сделаны на прошлой неделе, о том, что Россия готова поддержать любую сделку, которая предполагает ограничение, либо заморозку добычи. Это, конечно же, хорошо. Позитивный момент. Но снова не забывайте о том, что Россия говорила об этом уже неоднократно. И какой-то, скажем, откровенностью для трейдеров, которые следят за ситуацией на рынке нефти, такие комментарии не стали. Просто есть четкое понимание, что ОПЕК, скорее всего, не договорится. Потому что, если бы договорились, это случилось бы уже очень давно. И, может быть, даже еще большая проблема заключается в том, что ОПЕК не смог даже удержать производство на тех значениях, которые были достигнуты еще до Алжирской встречи. И тогда, вроде бы как, первая весточка, предварительный итог, который мог бы стать базисом какой-то сделки 30 ноября, которая состоится в следующую среду. То, что нужно ограничить и, соответственно, удержать диапазон добычи на уровне 32,5-33 миллиона баррелей в сутки, это был какой-то, скажем, позитивный момент для оптимистов. Но после того, как ОПЕК опубликовал доклад, где мы четко увидели, что уровень добычи, даже несмотря на эти договоренности, серьезно превысил эту сумму, и, по сути, оказался на уровне 33,63 миллиона баррелей в сутки, это по версии ОПЕК. Я напоминаю то, что Минэнерго говорит о том, что текущая добыча уже составляет 33,83, а Bloomberg насчитали уже пробой планки в 34 миллиона баррелей в сутки. Поэтому мы с вами ждем, конечно же, 30 ноября. Знаем то, что никаких серьезных, скажем, событий позитивных вряд ли случится, но, может быть, какие-то договоренности будут. Но ОПЕК уже себя зарекомендовал не с лучшей стороны, как, скажем, та организация, которая не придерживается прежних договоренностей. Поэтому любые шаги, которые в конечном счете будут трактоваться как действия, направленные на восстановление баланса спроса и предложения на рынке энергоресурсов, они будут крайне неэффективными. Мы с вами готовимся к сохранению прежнего медвежьего настроя, мы с вами понимаем то, что фундаментально это давление на Brent и WTI сохранится. И, скорее всего, уже до конца этого года мы с вами сможем протестировать нашу долгожданную поддержку в 40 долларов за баррель. Пока что этому способствует и локальная статистика. В частности, те цифры, которые мы с вами анализируем по запасам нефти США, это американский институт нефти, именно НЭН для США. Они указывают на то, что запасы продолжают расти. В частности, официальная цифра о прошлой неделе за 5 дней запасы выросли на 5,2 миллиона баррель в сутки против прошлого, прироста на 2,4. Поскольку до сих пор актуальная тема, связанная с сезонным техническим обслуживанием, я думаю, что мы смело можем с вами еще и на этой неделе ждать роста запасов. Может быть, дождемся аналогичных данных и на следующих. Поэтому и локальная статистика, которая попадается у нас на повестке торговых дней, свидетельствует о том, что разворот по рынку может произойти в любой момент. И разгрузка там сразу на доллар, на два, это как... То есть, ждем тестирования 45 долларов за пары. Понимаем то, что в пятницу еще вышел отчет Бейкер Хьюз, еще один рядовой релиз макроэкономический. И здесь стоит отметить то, что даже несмотря на довольно низкие цены на нефть, количество платформ сланцевых выборовых продолжает увеличиваться. И в этот раз-то рост составил плюс 19 штук. С 452 до 471. То есть, такими стараниями уже, наверное, через пару недель мы с вами доберемся до отметки в полтысячи, соответственно, нефтяных терминалов. И это уж точно будет сигналом, может быть, опережающим, который, правда, пока еще не совсем реализован, но все-таки сигналом того, что добыча будет подрастать и со стороны США. Не буду повторяться также и про последствия президентства Трампа, который явно и лоббист идеи больше аналитической независимости, что будет оказывать еще больше давления на котировки нефти, потому что его, опять же, реформы, которые он планирует провести в аналитическом секторе, будут способствовать росту добычи еще большему со стороны США. Ну и третья причина, или даже уже четвертая, это сильный доллар, который продолжает набирать обороты, не видит никаких уровней сопротивления против своих основных конкурентов и просто переписывает многомесячный максимум. А если мы просто сошнемся на индекс доллара, то, я думаю, вы уже могли заметить вот эти исторические реалии, которые мы наблюдаем сейчас, которые стали действительностью, то, что индекс доллара находится на 14-летнем максимуме. То ли еще будет. А судя по тому настрою, с которого доллар стартовал эту неделю, я думаю, что ралли восходящая продолжится и в ходе предстоящей пяти однерки. Поэтому по бренду с вами ждем 45 долларов за баррель. Если сразу говорить про рубль, 64,70 сейчас котировки. 65, уверен, что при возобновлении коррекции будет тут же показано на наших мониторах. 65, это у нас уровень, который не особо интересует, нам нужно уже повыше. И мы понимаем то, что уже практически сложилось так. Под конец года, вот уже несколько лет, мы с вами даем серьезный прессинг, который оказывается на рубль. И вот сейчас ситуация в целом меняется. Конец года фактически серьезное давление на котировки. Нет. И мы понимаем то, что бренд может просесть еще серьезнее, солиднее. Потому что последние недели явно и тому доказательство, что за очень короткий промежуток времени бренд может растять несколько процентов о собственной стоимости. И ни у кого это не вызывает вопросов. Ну, то есть, у тех, кто следит за фундаментом, понимает, чем это связано, ясно то, что это только, собственно, цветочки ягодки будут еще неопередить. Поэтому мы с вами по паре доллар-рубль, как и раньше, ждем закрепления выше 66. Но наша все-таки более такая значимая цель, которая была бы пока что, с учетом текущих цены на нефть, вполне достаточно, это 67. Я думаю, что это также вопрос о чуть ли не самых ближайших дни торгов. Евро против американца. Котировки 1,0598. Не совсем обычно мне произносить такие цифры, но это также реальности. И хорошо то, что мы с вами уже сколько раз за последние пару месяцев достигли наших долгосрочных ценовых ориентировок, хотя текущие значения уже позволяют нам говорить о долгосрочных целях уже в прошедшем, собственно, времени, потому что мы достигли их. Хочется, конечно же, и дальше продавать евро, а если хочется, давайте это и делаем. Потому что евро находится под давлением тех факторов, которые еще не исчерпали своего потенциала в реале. То есть, разбирая подробно ситуацию, которая складывается в паре евро-доллар, это серьезный прессинг, который идет со стороны очевидного, усиливающегося с каждой недели контраста монетарных политиков ЕЦБ ФРС. Вероятность повышения процентной ставки по ФРС уже превышает 90% в рамках Европейского Центрального Банка. Мы с вами ждем декабрьского заседания ЕЦБ и уже, в принципе, знаем, какие мы сможем услышать решения. То есть, судя по тем заявлениям, которые были сделаны со стороны господина Драгина прошлой неделе, стало ясно то, что текущая программа количественного смягчения, да и вообще, все стимулы, инструменты, которые запускались в последнее время, это то, что оказало благоприятное воздействие на экономику, отчасти поддержало экономический рост, но это, правда, очень скромный, но я думаю, что без этих стимулов ситуация была бы уж совсем удручающая. Индекс потребительских цен, да, вот это серьезная проблема. Даже несмотря на 80 миллиардов евро в месяц, которые идут на покупки активов, несмотря на такой длительный срок действия программы QE, все равно вопросы с инфляцией остаются весьма актуальными, потому что на прошлой неделе, как вы знаете, вышел отчет по индексу потребительских цен по инфляции в рамках всего валютного блока. И здесь цифры, конечно же, печальны, потому что месячный прирост 0,3% с прошлого 0,4%. Годовой показатель 0,5%. Очень, очень еще далеко до целей в 2%. Получается, что если ЕЦБ не может достигнуть, даже с учетом текущих агрессивных инструментов, которые используются, от целей по инфляции, то, конечно же, если Европейский Центральный Банк выйдет из этой программы, то шансов на достижение цели будет еще меньше. То есть здесь логический вывод напрашивается сам собой. ЕЦБ не должен снижать объемы программы количественного смягчения. Напротив, ЕЦБ должен задумываться о том, что бы еще предпринять, что бы попытаться взорвать показатель по инфляции. Драги, вернемся к нему. На прошлой неделе четко дал понять то, что готов использовать и другие инструменты. И самый, наверное, вероятный шаг, который был, сейчас уже оценивается не как наше с вами предположение, а как то, что уже подтверждено непосредственно своим руководством. В декабре, как минимум, мы услышим о продлении действия программы количественного смягчения за март, соответственно, 17-го года. То есть получается, если на полгода, то до конца лета. И теперь это уже тоже реальность, которая закладывается в котировки евро, оказывает давление на европейскую валюту и усиливает тот самый контраст по этим, которым я вам уже сказал. Второй фактор – это расхождение доходности соответствующих долговых бумаг еврозоны и США. Вы знаете то, что на текущий момент он находится на просто многомесячных краях. И с каждым днем, когда у нас подрастает доллар, с каждым днем, когда у нас кричат шансы на повышение процеда ставки, этот проект становится еще больше. Ситуация вряд ли изменится в ближайшее время. Поэтому мы с вами используем и этот фактор как, опять же, условие и фундамент, которым мы объясняем давление на евро. Третий момент – слабая статистика. Как я уже отметил про показатели инфляции, не нужно с этим спорить, потому что она действительно плохая. Четвертый фактор – это уже политические риски, которые связаны с предстоящими выборами во Франции, с итальянским референдумом, который состоится 4 декабря, и потом уже будут выборы в Германии. Понятно, что после Брекзита любой политический вопрос, который касается валютного блока, сейчас воспринимается с особой осторожностью и в особом ключе внимания. Потому что ситуация может ухудшиться, определенность может возрасти, и это только усилие, вещественно на европейскую валюту. Если покопаться, я думаю, мы с вами найдем еще множество причин, которыми можно объяснить сейчас ослабление евро, а вот то, что может стать фактором поддержки, но разве только что резкий разворот по долгу. То есть, если доллар у нас склюплется в какое-то пока невидимое сопротивление, и начнет, соответственно, слабеть против своих конкурентов, пропустит вперед японскую валюту, тогда да, снова мы будем говорить про статусы евро как валюты фондирования. Но, судя по текущим котировкам и судя по трендам, которые сложились в последние недели, судя по тому, как рынок активно обсуждает такое понятие, как трамфляция, и понимает то, что с трампом шансы на повышение процентной ставки и достижение целевого показателя по инфляции как никогда высоки, я думаю, что вряд ли эти тренды могут получить задний ход в ближайшее время. То есть, до конца этого года, наверное, мы с вами сможем еще переписать многомесячные минимумы, либо максимумы, в зависимости от, конечно же, валютных падок, которые раньше мы рассматривали как пока что практически невероятные. То есть, по евро-доллару, если котировки 1.05.98, давайте ставить на 1.05. Почему бы не? Евро снижается. Допускаем то, что могут быть проторговки, может быть консолидация на текущих значениях, но, наверное, до 1.05.00 мы с вами доберемся также в самые ближайшие дни. Хочу отметить то, что в пятницу рейтер соинтвенционное агентство поддело масло в огонь по перспективам евро, в частности, отметив то, что показатель по инфляции до конца этого года 0.4% и в 2017 году, то есть год, на который очень многие делали ставку, то, что цель будет уже практически реализована 2%. Сейчас по опросу экономистов, в лучшем случае это 1.2-1.3%. То есть у нас и 2017 год, скорее всего, отсутствие результата по прогрессу и благополучный уход на 18-й с прежними стимулами, может быть, даже в еще более каком-то остром и агрессивном формате. Дальше идем. Фунт против американца. Сейчас котировки 1.23.40. Вот, пожалуй, фунт против доллара. Это пока одна из немногих валютных пар, по которой мы еще не добрались к нашей цели. Но я думаю, что доберемся. Наша цель неизменно 1.20. И мы продолжаем говорить про последствия Брегзита. Мы помним последнее заявление Терезы Мэй, премьер-министра Англии, которые были сделаны на прошлой неделе, о том, что 50-я статья Лиссабонского договора все-таки будет запущена, даже несмотря на отсутствие пока соответствующего одобрения со стороны парламента еврозоны. То, что эта экономическая неопределенность будет продолжена и сохранит статус влияния одного из наиболее негативных моментов. Это тоже 100%. То есть еще здесь хочу отметить комментарий Карни на прошлой неделе о том, что Банк Англии всерьез рассматривает возможность новых экономических хостимов и об ужесточении монетарной политики сейчас пока, конечно же, речь не идет. Кто-то, может быть, сослался на рост инфляции, считая то, что выход общего показателя по инфляции за пределы 2% это сигнал, чтобы Банк Англии начал компенсировать, собственно, такую динамику через ужесточение монетарной политики. Но Карни на прошлой неделе четко указал то, что Банк Англии, британский регулятор, сейчас исходит больше из-за долгосрочных рисков и не будет обращать внимание на какосрочные последствия тех и иных изменений. И еще хочу отметить комментарии министра финансов Англии, которые были сделаны в ходе интервью BBC телеканалу на этих выходных о том, что Англию ждут 2-3 года просто страшных политико-экономических событий. И очень много негативного было сказано про катастрофический отток капитала, про безумные показатели дефицита государственного долга. И пока, скажем, освета в конце туннеля этого негатива нет. Я уверен, что фонд в ближайшие дни все-таки одумается и покажет на более справедливые значения для себя по стоимости. Я надеюсь, что это будет ну уж точно ниже отметки 1,21. Сейчас пока быки еще сопротивляются, но думаю, что их силы не долговечны, поскольку уже и доллар продолжает давить, и эту динамику также нужно отыгрывать. Доллар японская, иена. Здесь говорить, наверное, можно часами про то, что происходит с парой. Вы прекрасно все сами видите, то, что мы переписываем многомесячные максимумы, индекс доллара вообще многолетний уже, котировки по USD, иене 111.02. Где следующее сопротивление, от которого может последовать откат, неизвестно. Кто-то говорит, что это 108, 109, 110, 111, но для американца, похоже, пока этих ориентиров в качестве от третьей это нет, потому что доллар продолжает получать удовольствие от роста доходности американской трежерис, от политики Трампа, которая пока только вербальная, никаких серьезных, никаких фактических действий, решений еще не было озвучено, не было, собственно, предприниму жизнь, но все говорят о том, что Трамп это реформа, соответственно, налогообложения корпоративного, Трамп это торговая реформа, Трамп это реализация инфраструктурных проектов и активное бюджетное стимулирование, что в целом будет приводить к росту индексы потребительских цен и, соответственно, усилить жесткий подход американского регулятора. Нам, собственно, это и нужно, потому что раньше мы с вами не рассматривали Трамп, ну как раньше, до итогов президентской гонки Трампа в качестве того самого фактора, который может стать решающим для ФРС, но судя по тому, что вероятно сейчас уже больше 90%, похоже, он все-таки стал таковым. Считается то, что индекс потребительских цен уже в следующем году выйдет за пределы двух или двух процентов, то есть будет сопоставить с показателем ломб. И если Трамп будет реализовывать те, опять же, инициативы, которые были все-таки анонсированы в момент предвыборной кампании, то смыливаться в этом действительно не стоит. Я напомню то, что очень важное вот здесь наблюдение, и касательно реформы налога и обложения, Трампа выступает и ратует за снижение налогов для корпоративного сектора, но это не значит то, что снижение налогов корпоративного сектора будет компенсироваться за счет роста налогов для физиков. Нет. Здесь нету как бы обратной негативной стороны медали. Налоги для корпоративного сектора будут снижаться. Это значит то, что бизнес начнет возвращаться в США. Это речь идет о репатриации капитала в колоссальных объемах, что в целом и окажет, возможно, одно из определяющих эффектов влияния, разгоняющего на показатели инфляции. То есть по достижению целевого показателя в 2% политика ФРС будет оставаться жесткой, и вслед за повышением процентной ставки, которую мы с вами ждем в декабре, последуют еще 2-3 аналогичных шага уже в 2017 году. Из других позитивных моментов статистика, которая лучше некуда. Зарядки на пособие по безработице 235 тысяч. Много или мало? Реторический вопрос. Очень мало. Сильно контрастирует с показателем прошлой недели, но самое важное, это минимальное значение с 1973 года. 89 недели подряд у нас показатель ниже 300 тысяч, и такого прогресса мы с вами не видели очень давно. Это уже мощный сигнал, еще один того, чтобы ФРС повышал ставки, потому что условия для этого созданы. Число закладки новостроек. Плюс 25% прироста. Вы представляете, это самая настоящая четверть. Я даже не припомню, когда и где-либо мы видели сопоставимый прогресс. Это рынок недвижимости, еще один катализатор для американской экономики. Показатель инфляции. Плюс 1,6 в годовом рост с 1,5. В месячном также плюс 0,4%, с 0,3%. Лучшее значение за последние 2 года. И то ли еще будет. Ведь мы говорим только о том, что может произойти с политикой. Мы не говорим еще о действиях, которые последовали со стороны и по факту президентства Трампа. Но понимаем то, что они неизбежны. Они случатся, они приведут к ускорению этого индикатора. Поэтому ждем с вами с вероятностью 99% того, что ставки повысит в декабре. Доллар сохранит свой рай и продолжит его дальше. Потому что вслед за повышением ставки мы с вами переключимся на следующее заседание американского регулятора. И будем готовиться к аналогичным шагам и дальнейшему ужесточению монетарной политики. Двое членов у нас сомневалось в рамках ФРС. Это Мейстер и Джордж. Вот, судя по комментариям Джорджа на прошлой неделе, у нас только один голосующий представитель ФРС, который по-прежнему не видит оснований для повышения процентной ставки. На это уже можно закрывать глаза, потому что на прошлой неделе Джанет Йеллин, которая возглавляет американский регулятор, четко дала понять то, что ставки будут повышены. Все условия для этого созданы. И никогда, скажем, американская экономика не была настолько близка к показателю инфляции. Целевого 2%. Ждем заседания ФРС. Другие валютные пары. Австралийцы против доллара. Здесь у нас котировки сейчас. Секундочку. 0,7328. Важно отметить то, что австралийец, похоже, понес после японской валюты наибольших потерь. У нас два аутсайдера сейчас на рынке Форекса. С момента президентства Трампа это иена и австралийцы. И хорошо, потому что мы с вами тоже каких-то бычьих иллюзий и заблуждений не испытывали в отношении перспективов. Строица продолжали его продавать. Наша цель была скромной. 0,75. И мы сейчас находимся гораздо ниже. Я считаю то, что можно уже переписывать значения по цели, чтобы уж совсем классно закрыть 2016 год. Ждем с вами 0,70. На выделаем спротив доллара. Здесь у нас с вами была цель 0,70, как вы помните. Локальный минимум 0,6982. И эту цель мы с вами реализовали. По новозеландцу несколько медленнее мы, конечно же, снижаемся, чем по австралийцу. Поэтому здесь даже можно сделать акцент на какое-то догоняющее воздействие. То есть, если вернуться к позиции высоких показателей корреляции по движению валютных пар австралийцев и новозеландцев, тогда мы с вами можем сейчас по паре на ZDUSD уже замахиваться на цель 0,68. Доллар-франк к котировке 1,0094. Торговались даже и выше отметки 1,01. Сейчас идет небольшая коррекция, но понимаем то, что пара будет двигаться выше. Но вот в этом дуэте валютных активов все-таки я предложил бы вам сохранять статус такого выжидательного положения. Может быть, давайте последим за риторикой со стороны Национального банка Швейцарии. Посмотрим за дальнейшим поведением доллара. Но вот то, что эта пара будет активно двигаться в восходящем ключе, пока у меня есть определенные сомнения. А вот евро с миссией 1,07. Котировки сейчас, ну, я говорю вам о том, что это прекрасное значение, чтобы занимать длинные позиции. И чем ниже сейчас евро будет снижаться, тем больше вероятности того, что Национальный банк Швейцарии начнет задействовать валютные интервенции. Это 100%. Наша с вами цель 1,09 покупаем с текущих уровней и рубежей. USD-CAD также пара, где я рекомендую держать статус QO пока 1,3470. Смотрим за динамикой и понимаем то, что давление на канадца будет существенным. Это и слабая экономическая картина, слабые показатели по ВВП, ожидание снижения процентной ставки. Это снижение цен на энергоносители. Это, опять же, тот же самый спрят доходности канадских долговых бумаг и США. И, возможно, самый большой риск для канадца – это вот эта пресловутая торговая реформа, которая может быть претворена в жизни господином Трампу. И если это случится, то тогда вероятность переписи торгового соглашения между США и Канадой будет очень высокой. А вот для канадской экономики это сейчас очень большой риск, потому что США – это основной торговый партнер. В этом, конечно же, если объединить все эти факторы и предположить, что может быть с парой USDCAD дальше, мы можем осмело ставить на уровень 1.40. Крутовато? Конечно же, круто. Но мы подходим еще и с долгосрочным подходом к трейдингу. Если у вас есть запас прочности сейчас, если вы можете просидеть 300 пунктов, то тогда милости прошу эту сделку, потому что не сомневаюсь, что мы сможем добраться до отметки 1.40. Если запас прочности ваших депозитов гораздо меньше, тогда ждем более подходящего сигнала, ждем, возможно, более низких котировок по паре USDCAD, чтобы уже с более, собственно, низких уровней попробовать покупать эту валютную пару. Ну, собственно, на этом все. Из важных событий сегодня в 19.00 послушаем Драги, что скажет, ну, не думаю, что его риторика будет отличаться от той, которую мы слышали на прошлой неделе. Поэтому давление на евро будет сохраняться. Все, что мы хотели услышать, мы уже услышали. Евро под давлением. И Драги уже дал понять то, что в декабре нас ждут новые, собственно, стимулы экономические, которые будут только еще больше усиливать прессинг на главный валютный риск. Кодовое слово на сегодня. Традиция. Величина бонуса в 15%. Действует он до следующего брифинга, который состоится завтра в 9.30 по московскому времени. Собственно, я снова в обойме. Следующие брифинги, соответственно, пройдут со мной. Если есть вопросы, как и всегда, каналы коммуникации прежней. Форума Маркетс и наш канал на YouTube. Оставляйте все ваши комментарии, все ваши пожелания и спрашивайте. Любой вопрос, который вас интересует, под свежим видеопустом. Собственно, на этом все. Большое спасибо за внимание. Хорошей вам прибыльной торговой сессии. Увидимся завтра. Ну а для тех, кто посещает вебинары, правильный понедельник сегодня уже в 16.30 по Москве. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok